итак друзья продолжаем нашу тему это ямы и не ямы то чего следует избегать для того чтобы совершенствоваться на пути эволюционного развития очень важно мы закончили прошлое видео на тему минимализма и не накопительство накопительство также является купленные какие-то курсы бесконечное количество онлайн каких-то книг материалов которые мы хотим иметь или нам их дарит чек-листы разного рода группы чат и то есть вот это все информация это тоже определенное накопительство накопительство того что мы по природе своей не привыкли утилизировать то есть нам кажется мы привыкли что все что нам попало но мы должны это прочитать увидеть понять посмотреть но есть определенный объем информации который мы можем переварить осознать и который нам нужен и достаточно большое количество информации которая нам ну мягко говоря не нужно поэтому мы должны уметь постоянно производить чистку здесь очень хорошо вот эта метафора маленького принца который говорит ты встал очистить свою планету приберись выпали баобабы то есть вытащить то что посажено на этой планете лишнее займись порядком как только ты расхламишься соберешь все что нужно и ты себе оставишь все ненужное уберешь твоя жизнь заиграет новыми красками пойдет новый поток энергии это вообще очень важный цена поэтому не стяжательство не накопительство регалии какие-то там награды то есть ну вот все что по идее не имеет ценности настоящий для нас мы должны отпускать и вот недавно перенесенная мной болезнь показала что все ненужное просто вот автоматически исчезла из моей жизни включая людей которые последнее время как-то вот совсем со мной перестали взаимодействовать и ноги ушли и наверное это правильно поэтому как это все что твое навсегда останется с тобой все что чуждое она уйдет и она тебе совершенно не нужно так следующая яма которая называется брахмачария брахмачария это воздержание от удовольствий или от наслаждений правильно сказать удовольствие в принципе это очень хорошо мы можем получать удовольствие употребляя в пище вкусные фрукты там продукты питания чувствуя приятные ароматы природные так далее то есть это все удовольствие но есть такое понятие как наслаждение наслаждение это насаждение лжи если мы правильно это слово расшифруем и брахмачария это когда человек сознательно отказывается от наслаждений то есть у меня был такой период когда окружающие меня люди очень удивлялись что у меня там один муж и я не хожу и не ищу себе партнеров скажем так и это было очень странно у меня нет в этом потребность мне говорили то что и ведь любовников вообще нормально то есть это такие вот искажения которые общество нас транслирует поэтому половое воздержание она обязательно для людей которые раз транжирили свою божественную энергию и и вот у меня была такая тоже встреча с одной женщиной она занималась йогой практиковала и вот однажды она мне сказала что десять лет у нее было брахмачария я говорю что это значит она говорит 10 лет у меня не было партнера осознанно целенаправленно она накапливала энергию я ее спросила почему и она мне ответила потому что до этого у нее было очень много партнеров более 40 человек и она их использовала как как вот покупку вещей скажем так ну то есть такое отношение к телу к другим людям в принципе приводит к тому что мы с вами теряем вообще ценности любви отношений так далее поэтому человек совершивший такие грехи то есть очень много использующий женщин или мужчин как кто там пол противоположный очень важно это воздержание от излишних вот этих вот наслаждений удовольствий и вот существует такая теория трех с о которой тоже уже говорила это теория трех с секс screen sport или соревнования секс когда мы все через энергию сливаем через удовольствие связанные с совокуплением сюда не относятся в принципе нормально естественные отношения любящих людей мы говорим про постоянные какие-то не очень приличные связи про смену партнеров беспорядочную скажем так жизнь то есть мы должны от него воздерживаться далее screen это экран когда мы слишком много смотрим в экран раньше вообще не было такого понятия экранное время сейчас у нас есть такое понятие то есть мы с вами бесконечно пялимся в экран там в свой телефон или куда-то ну и забываем что есть обязанности простая жизнь там не знаю сел пористовал почитал это вообще уходит в какой-то уже в классику жанра и экран это конечно разрушение еще и через фрагментацию сознания то есть был такой план очень плохой вот он реализуется и спорт или соревнования то есть когда мы постоянно с кем-то конкурируем и стараемся быть лучше других то есть не лучше себя вчерашнего лучше другого мы постоянно смотрим вот этот того добился этот всего добился этот такой этот секой а я вроде как ничего не добился или вообще вот это все про амбиции амбиции нас очень сильно спускают вниз мы перестаем ценить дары перестаем ощущать достигнутая как собственный труд гордиться этим именно как чувство собственного достоинства испытывать и падаем в очень низкий уровень где мы заболеваем вот со мной такое случилось со мной случилось вдруг осознание того что очень много было сделано труда и не получилось результата с определенными людьми ну то есть короче мои в каком-то смысле наверное я не заводите обидно амбиции на целеустремленность то есть я очень много стремилась трудилась работала и был такой определенный период разочарованием ну и как бы за это я и пострадала своим здоровьем поэтому спасибо моему телу идем дальше то есть смотрите если мы энергию слили на какие-то вот эти достижения добиться добить себя очень сильно добивались себя особенно женщины по факту наша задача женщины это реализация через любовь и задача женщины быть любимой строить пространство любви а задача мужчины добиваться цели то есть вот он бежит со стрелой там стреляет из лука и так далее и вот наша сейчас перевернутая модель в том что женщины стремятся и добиваются очень больших целей а мужчины превращаются в домашних этих тюфяков которые сидят на диване смотрят телек и боятся там счетчего то есть вот это вот очень тоже серьезные вещи поэтому если мы энергию слили нам ее нужно как-то накапливать вот существует брахмачаре когда мы отказываемся от удовольствий когда мы осознанно входим в ощущение труда и работы и что касается семьи сейчас есть версия что не надо выходить замуж и жать детей вообще семью иметь не обязательно надо развлекаться получать удовольствие но слышите даст опять идет удовольствие наслаждение поддержка красоты тела накачивание каких-то органов там не знаю выпячивание чего-то еще там больших тачек денег так далее короче это все то что вводит нас в сторону от истины семью иметь обязательно обязательно от освобождены от семейных обязанностей даже цари мы помним были всегда женаты или там имели детей партнеров так далее семья ее могут не иметь только духовно просветленные существа такие как гуатама будда принц сиддхартка который родился на земле и сразу же пошел это у него была куча там всяких наложницам постоянно их поставляли чтобы он только бесконечно жил в наслаждениях это делал его отец король царь чтобы он только не стал вот этим вот святым это было как страшное наказание то есть он должен быть стать великим полководством он решил стать святым но это же кошмар для царя поэтому буду постоянно развращали давали им бесконечные наслаждения он жил в этих наслаждениях пока не увидел смерть болезни и старость и прозрел ну и собственно он отказался естественно от женитьбы там иметь партнеров там партнеров партнершу даже ну по той причине что он был просветленный хотя мы даже не знаем может быть и была какая-то ну такая большая любовь но об этом история умалчивает у иисуса была любовь с марии магдалины и он официально считал ее своей лучшей ученицей это было его близнецовое пламя поэтому что тоже нам исказило церковь и говорят что она была женщиной падшей ну это просто конечно смешно и так семью иметь обязательно и надо понимать что не познав любовь человеческую невозможно познать любовь бога это очень важно и теперь у нас остались с вами такие вещи как не ямы то есть не яма это как нам не упасть в яму то есть яма это когда мы в яму падаем вот это все что я перечислила до этого причине насилия употребление тела никто нужно русло брахмачария накопительство стяжательство то есть все вот это нас заставляет падать по вибрационному вот этому диапазону и как вот скажем расти по вибрационным диапазон то есть мы с вами осознаем что-то стараемся это не совершать то есть не причем большой вред стараемся что-то в жизни совершенствовать и нам дается такое понятие как не яма то есть вообще не падать да то есть быть на таком высоком уровне движения вперед и вот не ямами считаются чистота первая не яма это чистота внешне и внутренне что это значит это значит что наше тело с вами должно содержаться в чистоте первая чистота внешняя вторая чистота внутренняя то есть человек очень аккуратно за собой следит внутри напичкан греховными мыслями он постоянно обманывает там знаю своего партнера свою жену своего мужа он в принципе не соблюдает чистоту и иногда мы можем видеть что даже внешне очень красивая женщина может нам казаться грязный она может казаться нам неприятный не эстетичный потому что она не внутри нет этой чистоты она слишком загрязнена чужими эманациям чужими энергиями и когда вот я все это стал тоже понимать и стала замечать что пообщавшись с людьми пообщавшись в близком круге с больными там людьми с людьми у которых есть определенные искажения мне прям физически необходимо помыться то есть солью там в ванной мне срочно все с головой все это смыть иначе я просто это это до физического ощущения то есть ты пациент и накапливаешь на себя чужую вот эту ментальную грязь поэтому руки нужно мыть до локтей это обязательно необходимом после практики наоборот желательно не мыться когда мы делаем йогу или разные медитации и наполняемся светлой благостной энергией нам ее нужно сохранять если же мы допустим едим алкоголь мясо алкоголь и так далее то есть употребляем все то что наше тело воспринимает как токсины то мы начинаем выделять неприятные запахи и вот люди которые очень сильно токсичны они выделяют запахи которые окружающих раздражают и вызывают короче говоря вот это все для очистки духовной физической необходимо баня или горячая ванна это больше 50 градусов мы сжигаем чужую энергию снимаем и соль конечно же обычная пищевая крупная соль которая может быть заменой там морской или еще чего-то кристаллы соли забирает всю эту чуждую негативную энергию дальше чистота того что мы едим ну об этом отдельно вообще лекция отдельная история чистота мыслей мы должны убирать шаблонность мышления это значит что мы с виду можем не желать никому зла но осуждаем себя осуждаем своих детей можем себя оскорбить поларота я там не знаю растяпа ты дебил дурак и так далее то есть мы можем выражаться в отношении близкого человека и прежде всего себя совершенно не потребно далее внутренняя чистота достигается еще тем что мы тренируем выдержку то есть стараемся не реагировать на людей стараемся применять гештальт молитву фредерика перл за гештальт терапии я это я а ты это ты я это в мире не в этом мире не для того чтобы соответствовать твоим ожиданиям а ты не для того чтобы соответствовать моим если мы нашли друг друга это прекрасно если нет ничего не поделаешь то есть ну прям вот надо тренировать вот эту повышенные ожидания от людей обиды которые мы на себя прежде всего испытываем подавленную злость к себе вторая яма это сантоша ею страдают 90 процентов женщин сантоша это неудовлетворенность тем что мы имеем очень прошу вдуматься в это понятие заметьте друзья мы имеем всегда то что наилучшее для нашего развития на данном этапе развития мы имеем всегда наилучшую семью наилучшую ситуацию наилучшее решение наилучшую работу наилучший результат на наши вложенные усилия мы часто видим совершенно другой шаблон ты достойна лучшего ты достойна ты ты достойна лучшего ну если ты достойна лучшего почему же ты это не имеешь и еще второй вопрос интересный а что ты сделал чтобы это лучше у тебя было да то есть опять же потребительская модель заставляет нас хотеть и быть скажем так людьми которые считают что у них должно быть что-то лучше вот я допустим всю свою жизнь живу в сибири промышленном городе достаточно грязным я этот город люблю я люблю свою страну я люблю людей и я не как бы были крайне редкие моменты когда там сочи съездила и мне ну правда очень захотелось там жить у моря но это был какой-то может быть там вот я не жила там в сильную жару и вообще не жила целый год у моря поэтому он для меня это было что-то такое вот райское сказочное конечно но я вернулась домой и я люблю этот город это земля моя родная она дает мне энергию дать мне силы и я не испытываю никогда неудовлетворенность по отношению к месту в котором я живу но вокруг меня огромное количество людей осуждает этот город осуждает там людей которые в нем живут вот ну в общем я слышу большое количество отрицательной энергии накопленной и выражены в отношении нашего ну пространство где вы живете иметь всегда очень удивляет потому что мы как подобны с викием которые живут как это роют корни дуба желуди которого едят басни крылова вечны поэтому не яма это то что нужно тренировать то есть прям удовлетворенность эту тренировать и писать прям в блокноте я принимаю все что происходит я достойна этого мужчины этой женщины это наилучший человек любить это значит служить ему и делать для него благо дети то же самое я этих детей родила я их создала и моя обязанность максимально дать из возможного не из того о чем мечтает глядя на шаблоны а из того что я могу то есть мой уровень возможности таков у кого-то другой уровень возможностей таким образом мы себя тренируем и сохраняем баланс потому что мы можем сломаться если мы будем ставить какие-то очень высокие достигаторские цели мы можем неожиданно увидеть что у нас кончился ресурс мы перегорели мыслом мы не выдержали эту вот этот вот и вот этот энергетический поток мы не смогли справиться с ним так дальше наш мир совершенен то есть мы с вами должны осознать такую мысль что наш мир совершенен наше восприятие мира несовершенно то есть мы живем в мире который нам кажется ну вот что-то в нем все не так и вот я помню есть такая с утра лотоса ввели бодхисаттвы короче говоря с утра лотоса какая-то там не помню но суть ее какова что когда буду достиг просветление он увидел как прекрасен мир вокруг и он увидел его космическую красоту то есть мы ее не видим мы видим ограничено конечно лишь на природе где-то в нетронутой природе где совершенно нет человеческих вибраций человеческих воздействий мы начинаем видеть красоту этого мира и смыслы всего что происходит с нами и это то что мы потеряли эту способность видеть красоту и жизнь простых вещах сейчас очень много появляется трендов к вышиванию к книгам к простой сельской жизни потому что люди по природе своей не таковы какими нас сделала цивилизация мы по природе свои дети природы и по природе да то есть мы по природе дети природы и нам вообще чуждо вот это восприятие мира как потребительской корзины то есть прийти взять не сказав спасибо ничего еще и быть недовольным то есть вот мне дали не того мужа мне дали не то тех детей да вот у меня там плохая жизнь мы по факту этим самым вы говорится не гневи бога научись любить и принимать то что есть у тебя здесь в твоей реальности и ты пойдешь дальше то есть откроется что-то это не говорит о том что человек не должен мечтать но мечтать он должен в формате тех вещей которые конечно есть как люди такие которым нужно стать очень глобальной цель но большинство людей должны научиться принимать и внутренне не осуждать и убрать претензии к миру брать претензии особенно женщины поэтому такие уловки ума который нас в это вгоняет это само уничтожение и самобичевание мы считаем что мы какие-то недостойные или нам это говорят вокруг что вот что там делаешь это ерунда какая-то и самобичевание когда мы еще и себя за это ну как бы наказываем действительно ты ничего не достиг ты ничтожество и прочее прежде всего это чувство собственного достоинства достоинство и значимость своей личности как данность ну и это конечно ощущение которое нужно выращивать к нему идти и стараться дорасти до такого состояния что твоя жизнь ценна сама по себе это ощущение дает тебе бесконечную свободу то есть тебе не нужны какие-то друзья которые тебе это подтвердят тебе все равно что тебе думает общество там дети на работе профессиональное окружение то есть если четко убежден правильности своего пути в своей внутренней свободе то ты счастливый человек потому что ты ничего больше никому не доказываешь но вот это вот отсутствие желания кому-то что-то доказать является для нас как раз таки качеством принятия того где мы есть и как правило нам там даются бонусы от вселенной нам встречается какие-то новые открытия мы переходим на другие витки развития то есть это очень очень ценно третий не яма это аскетизм то есть аскезы когда человек достигает уже такого осознания он сам себе добровольно выбирает аскезу ну вот в моем случае аскезы была работа вот в этой школе в образовательном учреждении в течение пяти лет я четко понимала что это моя аскеза и аскеза заключалась в том что мне это было очень трудно делать совмещать и семью и такую работу и я понимала что я могу попроще себе найти деятельности вообще он у меня есть практика но я также понимала что у меня есть определенные обязательства перед некоторыми людьми детьми и так далее ну в общем это была моя аскеза и когда мне было очень тяжело я помню я приходила в кабинет и когда у меня были там окна я принесла йоговский коврик включала практику и делала упражнения то есть я старалась накапливать вот этот тапас тапас это божественная энергия которую мы накапливаем благодаря совершению определенных аскез и вот этот тапас его на самом деле нигде не возьмешь то есть нельзя взять тапас у другого человека можно конечно к нему присоседиться и он допустим будет работать и ты будешь плодами труда его пользоваться это называется вампиризм или вот потребление опять же до друг другом и все общество в принципе больно вот этой потребительской психологии то есть тапас это то что мы накопили и мы способны им поделиться и делая что-то для других мы также накапливаем тапас тут снимая эти эфиры я по факту накапливаю тапас я делюсь этим вы каждый человек может найти свою степень аскезы вот и существует разного вида аскезы который нам помогает рассмотрим их 1 аскеза для речи то есть когда мы следим за речью перестаем там даем себе эту установку месяц или там 49 дней мы мыслим только позитивно мы убираем все блоки шаблоны болевые точки перестаем осуждать критиковать и так далее аскезы для речи это очень важно для женщин потому что те люди которые страдают словоблудием сплетнями так далее вот это вот прям мощная аскеза который выведет на другой уровень 49 дней выдерживаем можно сказать аскеза осуществилась ну молчание там 10 дней молчания это вообще высший уровень люди там месяцами некоторый вас кезу ходит ну для простого человека может быть хотя бы некоторое время побыть над ней с собой эту аскезу соблюсти дальше существует аскеза для ума это когда мы любую деятельность которую осуществляем осознаем что она приносит кому-то пользу то есть мы допустим делаем какие-то благие дела вот лекцию кому-то можем почитать то где наш ум используется в благом в благостном направлении то тоже наша аскеза дальше нам нужно найти то чем мы можем поделиться смотрите мы можем поделиться своим временем энергии деньгами но деньги в самое простое чем можно поделиться и что отдать люди за них излишнюю зацепку имеют на самом деле откупиться деньгами это считается самое лучшее что можно сделать дальше наши таланты то есть мы можем нашими талантами поделиться нашими способностями мы можем посидеть с ребенком мы можем добрым словом поделиться то есть принцип у нас его очень много в нашем ведре ресурсов и наша задача вот там книги я свои дарю можно скачать и почитать кто-то там спрашивал как посмотреть нити вселенной но если нет возможности скачать это платно и заказать у меня печатную версию можно написать мне анна антре . 17 gmail.com на мою почту и попросить выслать вам книгу нити вселенной или сборник ну в общем в онлайн версии я могу поделиться и подарить вам если физически финансово вы не можете себе это сейчас позволить и для меня это сделать не трудно потому что это создано это принадлежит всем живым существам но реальность такова что печатные версии надо окупать надо возвращать деньги вложенные в печать так как это может быть следующие уже книги поэтому все бесплатно быть не может есть вещи за которые мы в любом случае платим и такова жизнь это нормально потому что ну мы живем все таки материальном мире и совсем без этого аспекта еще жить не научились и так изучение следующая аскеза который существует это изучение священных писаний но то есть когда вы берете учение какого-то мастера и начинаете его постигать это может быть не обязательно религиозный деятель это может быть какой-то там стивен кови 7 навыков высокоэффективных людей это может быть там этот монах который продал свой ferrari это может быть джулия камерон много авторов там которые вам симпатичны которые люди чего-то достигли и для вас они своего рода иконы и эти люди могут быть иконами образами ориентирами ну вот для меня образами такими все-таки являются просветленные уже скажем так вознесенные учителя божественные которые что-то такое прожили там миларепа например путь миларепы удивительный путь йогананды то есть у меня вот эти люди уже ставшие цветовыми существами являются чем-то очень интересным и их жизнь она для меня ценно и удивительно чудесно и немножко поднимает на наши вот этой бытовой обыденностью вот и существует такая вот знаете вещь мысль такая услышала тоже на омру на сайте очень люблю его у невежества нет начала но есть конец знание есть начало но нет конца и вот это вот очень важная мысль которая мне хочется ее донести что все где вы развиваетесь на самом деле повышает ваш духовный уровень и вы таким образом совершаете аскезу и растете как духовное существо и если у нас нет творчество духовного развития духовного роста то наше тело света она сжимается то есть недостаточно постоянно питать физическое тело запихивать что-то в наши органы нам нужно глоток как говорится глоток чистого воздуха глоток свежие мысли чье-то внимание духовное тепло любовь мы нуждаемся в этих высших энергиях и последняя не яма это посвящение заслуг всевышнему то есть когда мы осознаем что всевышнему здесь можно воспринимать это как мироздание как вселенная то есть когда ты все что ты делаешь ты делаешь на усовершенствование вот вот этой вот структуры которая создана высшим творцом и все в ней тоже создана и на самом деле даже те же самые демоны отрицательные вот эти эгрегоры существа которые с нами совершали зло на самом деле не есть зло а есть испытания и вот хочется поделиться в конце вот этой лекции моим личным таким тоже опытом когда 6 лет назад а нет это было на сейчас 8 лет до